Насморк, жар и все болит у того, кто не привит. Так звучит агитационный лозунг прививочной кампании текущего года. В Ненецком округе она подходит к своему завершению. И по сравнению с предыдущим годом, результаты отмечают медики хорошие. Из 40% граждан, подлежащих вакцинации, прививки от гриппа сделали уже 30%. Всего вакцинации в округе подлежат 17 275 жителей. Активно проводится иммунизация в Индике, Пёше, Оми и Неси, Паутсадерах, Наринмар, Красная и Великовисочная, Усть-Кара, Тельвиска и Нельминос. С чем связан такой наплыв желающих сделать прививку против гриппа, расскажет Елена Семеновичева. Нина Николаевна, скажите, как ощущения? Больно, не больно? Не больно, нисколько не больно. Ну, слышно что-то? Меньше, чем комарик укусил. А как у вас по ощущениям после самой прививки? После прививки у меня пока не было никаких таких нехороших ощущений. Все хорошо, ни подъема температуры, ничего не было. Свою первую вакцину против гриппа Нина Николаевна сделала давно по долгу службы. Более 50 лет женщина работает в медицине. Для нее и многих других вакцинация является обязательным условием. Но даже выйдя на пенсию, женщина все равно продолжает относиться к этой процедуре очень ответственно. Защитные силы вырабатываются. Организм более сопротивляемости готов к всякой. А вы рекомендовали бы молодежи? Ну, а почему бы нет? Потому что у них еще тем более столько контактов. Как же не надо? Надо всем. И детям делать. Потому что они в большом контакте находятся в школах, в садиках. И молодежь также. Но есть и те, кто не согласен ни с Ниной Ивановной, ни с теми, кто активно вакцинируется из года в год и считает саму идею вакцинации абсурдной. Я вакцину не делаю. Детям, своим внукам не разрешаю. А почему? Они если переболеют, так переболеют, естественным образом. Зачем им делать вакцину? Вводить. Не знаю, о чем. Я думаю, нет. Нет. Нет? Нет. Потому что я думаю, что нет. А как-то вредно, может быть, считаете? Ну, зачем организм насиловать? И в том, я вообще привитки Алгрепа никогда не делала. А почему? Не знаю. Не считаю, наверное, нужным. А проблема в том, что многие люди просто-напросто боятся осложнений или того, что они сделают прививку и при этом все равно заболеют. Но, как утверждают врачи, осложнений после вакцинации современными вакцинами практически не бывает. Доктора говорят, возможно лишь легкое нарушение самочувствия в виде насморка, дискомфорта в горле, даже легкой температурной реакции в течение двух-трех суток. И это нормально. И говорит о формировании правильного иммунного ответа на вакцину. А вот если прививку не сделать и все-таки заболеть гриппом, тогда, по словам медиков, могут быть серьезные осложнения. Осложнения бывают вирусные и бактериальные. Бактериальные, когда уже присоединяется бактериальная какая-то инфекция. Чаще всего осложнения, которые на боли тяжелые, это пневмония, это менингит, это миокардит, перикардит, гламеролонефрит, пилонефрит. В первую очередь надо вакцинировать тех пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями. Это хронический бронхит, бронхиальная астма, пациенты, которые ранее перенесли пневмонию, а есть такие, что перенесли 2 и 3 раза в своей жизни. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых сердечная недостаточность. Это те, которые в первую очередь повреждать грипп будет их осложнениями своими. Если вы привелись, но все-таки заболели гриппом, то не стоит сразу становиться ярым противником вакцинации. Прививка не спасает от гриппа вообще. Она только предотвращает тяжелое и осложненное течение, которое может привести к печальному исходу. Человек может заболеть, но перенесет болезнь в легкой форме. И чаще всего это все-таки идет простудные заболевания. Не грипп, как у нас многие жители считают, что я заболел, это грипп. Это просто идет бактериальная какая-то инфекция, присоединяются те же трахеиды и бронхиты. Нежели сам грипп. А гриппом, если человек после вакцинации заболеет, это все будет протекать в легкой форме. А самое главное, не будет тяжелых осложнений. По словам Светланы Николаевны, в этот год прививочная кампания проходит гораздо активнее, нежели в прошлом. Помимо граждан высокого возраста, в этот год все больше приходит молодежи и людей среднего возраста. То, как поступать со своим здоровьем, может решить только сам человек. Вакцинация противогриппозной прививкой – дело каждого. Но надо знать, что на сегодняшний день вакцинация признана самой эффективной мерой профилактики вируса.